Добрый день, меня зовут Сергей, я являюсь техническим специалистом компании LEMOX. Сегодня я вам расскажу загазовые котлы LEMOX серии Premium. Котлы LEMOX серии Premium выпускаются мощностью от 7,5 до 100 кВт. На котлах малой мощности, мощностью от 7,5 до 30 кВт, может устанавливаться либо 630 автоматика, либо 710. То есть котлы мощностью до 20 кВт, от 7,5 комплектуются 630 автоматикой безопасности. Модели мощностью 25 и 30 кВт комплектуются автоматикой безопасности СИД-710. Котлы мощностью от 35 кВт и до 100 кВт включительно комплектуются 820 автоматикой новосит. К котлам LEMOX серии Premium, оснащенным 820 автоматикой, можно подключить периферийные устройства, такие как комнатный термостат, устройство управления и контроля LEMOX, либо турбонасадка. Турбонасадки выпускаются для модели мощностью до 60 кВт включительно. Но, хочу обратить ваше внимание, для того, чтобы подключить всю перечисленную периферию, в том числе турбонасадки, котлы должны быть укомплектованы автоматикой СИД-820 нова. Котлы малой мощностью от 7,5 до 30 кВт при этом должны иметь в своем составе в названии индекс буковки N. То есть, если это котел, допустим, премиум 7,5, то должно быть премиум 7,5 N, 10 N, 12,5 N и так далее. То есть, должна быть маркировка индекса N и должна быть установлена автоматика СИД-820 нова. Сразу хочу ответить на один из самых популярных вопросов. Можно ли подключить периферийные устройства, такие как турбонасадка, комнатный термостат, либо устройство управления контроля LEMOX к котлам, оснащенным 630, либо 710 автоматикой безопасности? Нет, подключение осуществляется только к котлам, на которых установлена автоматика безопасности СИД-820 нова. К остальным автоматикам ни к 630, ни к 710, к сожалению, периферийные устройства подключить нельзя. Котлы LEMOX серии премиум могут быть как одноконтурными, так и двухконтурными. Мощностью котлы от 12,5 до 40 кВт могут быть как в одноконтурном исполнении, так и имея в своем составе индекс буковки В, который означает наличие второго контура, могут не только греть систему отопления, а также обеспечивать подготовку горячей воды для бытовых нужд. Сразу хочу ответить на один из популярных вопросов, который мы также получаем по котлам LEMOX серии премиум. Возможно ли к данному котлу подключить бойлер косвенного нагрева? Нет, невозможно. Для подключения бойлера косвенного нагрева котел должен быть укомплектован платой управления, а котел LEMOX серии премиум является энергонезависимым котлом, в состав которого плата управления не входит. Если вы рассматриваете организацию горячего водоснабжения с применением бойлера косвенного нагрева, вам стоит обратить внимание на газовые котлы LEMOX серии клевер. Газовый котел LEMOX серии клевер снабжен платой управления и может быть обвязан как программно с бойлером косвенного нагрева, так и гидравлическим. Котлы LEMOX серии премиум оснащаются тремя степенями защиты. Первая степень защиты – это контроль наличия пламени. Реализуется путем установки термопары в составе пилотной горелки. Вторая степень защиты – датчик по перегреву устанавливается на теплообменнике котла. И третья степень защиты – контроль наличия тяги. Реализуется путем установки датчика тяги в тягостабилизаторе котла. Котлы LEMOX серии премиум могут устанавливаться в системах отопления как открытого, так и закрытого типа. В том случае, когда котел устанавливается в системе отопления закрытого типа, необходимо обязательно предусмотреть сбросной предохранительный клапан с номиналом, соответствующим предельно допустимому давлению, указанному в руководстве по эксплуатации. Сразу хочу остановиться на предельно допустимом давлении для каждой модели котла LEMOX серии премиум. Котлы LEMOX серии премиум мощностью от 7,5 до 10 кВт могут работать в системах отопления закрытого типа с предельно допустимым давлением в 1 атмосферу. Котлы мощностью от 12,5 до 60 кВт работают в системах отопления закрытого типа с предельно допустимым давлением в 3 атмосферы. И котлы мощностью от 70 до 100 кВт работают в системах отопления закрытого типа с предельно допустимым давлением в 2 атмосферы. Нам очень часто задают вопрос о разбеге предельно допустимого давления при работе котла в системе отопления закрытого типа в зависимости от мощности котла. Даже учитывая, что теплообменник котла мощностью от 7,5 до 60 кВт имеет толщину стенки в 2 мм, он имеет разную геометрическую форму. На котлах мощностью от 7,5 до 10 кВт устанавливаются теплообменники прямоугольного типа и имеют предельно допустимое давление в 1 атмосферу. А теплообменники котлов мощностью от 12,5 до 60 кВт имеют цилиндрический тип теплообменника, цилиндрическую форму, тем самым выдерживая предельно допустимое давление в 3 атмосферы. Теплообменники котлов лемок серии премиум мощностью от 70 до 100 кВт выпускаются из стали толщиной 3 мм, имеют толщину стенки 3 мм, при этом предельно допустимое давление при эксплуатации в системах отопления закрытого типа в 2 атмосферы, потому что данные теплообменники также имеют прямоугольную форму. В состав котлов лемок серии премиум мощностью от 70 до 100 кВт входит сбросной предоходительный клапан на 3 атмосферы, но данный клапан является аварийным. При монтаже котлов мощностью от 70 до 100 кВт обязательно необходимо предусматривать сбросной предоходительный клапан на 2 атмосферы. В большинстве наших обзоров мы показываем, как получить доступ к теплообменнику для проведения ежегодного профилактического обслуживания. В данном обзоре мы покажем, как получить доступ к внутренним компонентам газогрелочного устройства, при том его извлечении. Перед демонтажом газогрелочного устройства сразу хочу обратить ваше внимание на то, что демонтаж газогрелочного устройства относится к перечню газоопасных работ и должен быть выполнен только специалистам, которые имеют допуск на проведение данного вида работ. Перед демонтажом газогрелочного устройства необходимо обязательно закрыть кран подачи газа. После того, как кран загрыть, можно приступить к снятию газогревочного устройства. Для этого откручиваем гайку газоподвода. После этого откручиваем 4 винта, удерживающие газогревочное устройство. После того, как винты откручены, отсоединяем клипсы, удерживающие термобаллон автоматики безопасности и провода, идущие к датчику потяги и датчику попередливо. После того, как клипсы отсоединены, откручиваем газогревочное устройство. После того, как обслуживание газогревочного устройства проведено, сборку можно произвести в обратной последовательности. Каждый раз, когда вы отсоединяете газоподвод для проведения обслуживания газогревочного устройства, всегда устанавливайте новую прокладку газоподвода. Вся линейка котлов Лимак серии премиум может работать как на магистральном газе, так и на сжиженном газе. Для того, чтобы перевести котел на сжиженный газ, потребуется заменить сопло основных горелок и ниппель инжектора пилотной горелки. Также потребуется произвести перенастройку автоматики безопасности. Еще одним из популярных вопросов является расход сжиженного газа в зависимости от мощности котла. И второй под вопрос, почему мы не указываем расход сжиженного газа в паспортах на оборудование. Отвечая сразу на два этих вопроса, хочу пояснить, что расход сжиженного газа может варьироваться в среднем от 70 до 100 грамм на каждый киловатт мощности котла. Почему мы не указываем данную величину и нигде не прописываем? Потому что состав газа и качество газа могут варьироваться в зависимости от места заправки, от региона, от сезонности и так далее. На этом мы заканчиваем сегодняшний обзор. Надеюсь он был для вас полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы после данного обзора, задавайте их в комментариях, мы с удовольствием на них ответим. Продолжение следует...